всем доброе время суток с вами канал лоха 54 и я владимир сегодня будем клеить столб для тубового стола вот последнее видео вышло про него это основание я показывал рассказывал как я делал собственно сама столешница вот она стоит и сегодня надо склеить квадрат 230 на 230 длиной 600 вот такой вот чтобы проточить и установить на то основание но сделаю видео отдельно потому что инструкции на надо будет показать и как клеится все показать будет были отстроганы вот такие делянки по 9 штук здесь толщиной 30 миллиметров и вот так вот естественно они были префугованы по площади шириной 800 шириной 85 миллиметров вот видите тут разметки все и и такую ширину феобразными струбцинами конечно не склеишь так то у меня их много он висит вот они 50 на не все еще по цеху там болтаются и поэтому как-то не сообразно ими давить трубных струбцин у меня нету можно было бы с двух сторон поэтому сделаем самодельные струбцины и переклеим все это хозяйство сначала вот так по высоте будем клеить а потом по ширине не таким методом получим стоп 230 на 230 этих самодельных струбцин были сделаны вот такие вот шпильки длиной 330 миллиметров то есть шпилька метровая разделена на три части и приварена шайба вот как на фотографии вставила так в ряд бросил шайбы просверленные туда на гайке потом здесь гайка была но и уже скрутил они придержали шайба это все провалил поверху и вот такие вот брусочки три отверстия это расстояние 230 а это расстояние 110 миллиметров ну а клеится будет 85 миллиметров а здесь вернее 230 будет клеиться а здесь сделано 250 от отверстия отверстия сначала эту склеим а потом по всей площади будем клеить ну и все осталось только установить их сюда вот так вот и прикрутить саморезами и таким методом проворачиваться ничего не будет но это дубы чтобы по краям прокрутить надо конечно сначала просверлить а потом вкручиваем саморезы вот и все вот таким методом и таким методом на мне не надо будет их контролировать то есть сюда гайка и затяжка ну и все сейчас я их скручу и продолжим дальше ну вот настроился я вот это остаток которая переклеивается на вторую длину ну или ширину даже пригодился видите как все интересно стало и вот сюда буду закладывать эти делянки и гайковертом буду все затягивать вот такой гайковерт от фирмы дека вообще удобно классная штука я уже давненько с ним месяца два наверно или три кручу и лестниц много скрутил очень удобный такой легенький и самое главное мало живет воздуху . 6 бар ему надо всего чтобы он нормально крутил вот такая комплектация у него видите все есть что надо тоже масляный фильтр это есть его подсоединяю сюда масло капаешь ли он когда работает захватывает но я обычно что делаю я обычно просто перед работой капли 3 сюда капнул и все так же и на степлере вот очень удобный шуруповерт я это ссылочку то оставлю на всякий случай муж кому пригодится вообще я мучился помните как я струбцину крутила много я их перекрутил и он мне классно облегчил работу вот на видео как это было и вспомните кто давно на канале это видео а кто недавно тут вряд ли видео ну ладно что ж будем закладывать и все это прессовать а и и и и и и Продолжение следует... 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 Ну вот и готово, префугована вот такая чушка, дубовая получается, длиной 600 и в сечении она от 235 на 245 получилась. Ну, подстрогаем, подровняем и подрежем и в токарный затолкаем. Вот так вот она еще все пообрежется, а потом уже в токарный. Почему не сделал полый такой столб? Да просто если внутри полость сделать, то потом с балансировкой вообще будет проблема. То есть скрытая полость. Это когда... Это надо было тогда все симметрично, там геометрично, блин, делать. А так, ну чушка да чушка. Я уже делал, кстати, такой столб. Вот стол на фотографии. Вот точно такой же в диаметре. Ну и, собственно, для меня это, как говорится, не впервой. Вот такое качество при сжатии. Видите, все четко. Ну, если издалека, то вообще как одно целое. Ну и вторая тоже, если посмотреть, видите, все тоже четко. Ну и сейчас будем их склеивать по площади. Сейчас настроить здесь все и начнем. Ну все, настроился я на переклей по ширине. Струбцины настроил. Здесь линии отрисовал. То есть вот так я ее выровняю. Ну и вроде бы все. Сейчас установлю камеру на штатив. И начнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, запрессовала я её. Сейчас маленько постоит, клей подавит. И я ещё раз её гайковёртом прокручу. Гайковёртом удобно. Пробивает медленно, но уверенно. Силы у него хватает. Здесь средняя была штука такая установлена. Видите, она, чтобы струбцину подсовывать. И таким методом быстренько всё уже и собралось. Сейчас ещё раз прокручу. Так. Продолжение следует... Ну и всё, собственно, готово. Клей везде вышел. Всё продавило. Струбцину выдержали. Эта одна щелкнула на сучке. Видите, её сломаем. Я её заменил. Вот она, она первая стоит. А эту сломала. Сразу нашёл больное место. Руками, конечно, фиг бы так сломать. А я бы и ковёр сразу сломал. Ну, вот таким методом я переклеил столбы. Потому что я знаю, будут вопросы, как переклеивалось. Ещё с тем столом, когда я показывал про круглый стол, тоже были вопросы, как столбы клеились. и поэтому я решил сделать видео отдельно. Постелать буду на ленточной пиле. На своей. Вот я уже один сделал, отторцевал. Вот, видите, всё уже прекрасно она с ним справилась. Вот такие вот интересные торцевые, торцевая доска осталась такая. Вот. Вторая часть. Ну вот, как бы на этом сегодня всё. Что дальше буду с ними делать? Я покажу. Ну, а дальше что? Дальше в центра их обрезать углы и в токарной. Ну, это я покажу в следующем видео, когда буду снимать вторую часть уже. Ну, а на этом всё. Всем удачи. До встречи.